Самый известный принцип многих изобретений – все гениальное просто. Ему полностью соответствует тренажер Гросса, который помогает встать на ноги людям с заболеваниями опорно-двигательного аппарата или тем, кто перенес инсульт. В Озерном его установил сам автор изобретения Йохан Гросс и провел обучающий семинар для инструкторов и родителей, чьи дети в нем нуждаются. В прошлом Йохан Гросс – тренер-преподаватель по фигурному катанию, а еще в более далеком прошлом – чемпион Эстонии по фигурному катанию в паре. Это важно, потому что тренажер, который в 1991 году Йохан создал для реабилитации детей с ДЦП и другими заболеваниями опорно-двигательного аппарата – это его же переработанное и дополненное изобретение 1972 года для обучения маленьких спортсменов. Самый первый был удочка. Знаете, как рыбку ловит, а я ребенка на пояс одевается, потом над головой вертушечка, распорная палка, петушка. И когда прыгает, я создаю ритм, помогаю, поддерживает чуть-чуть. Иногда чуть-чуть надо помогать, чтобы ребенок чувствовал, что не упадет, страхован. Тогда Гроссу надо было научить детей не бояться прыгать и добиться того, чтобы они это делали правильно. За доли секунды в прыжке фигуристы выполняют массу движений. И Гросс понял, если прыжок замедлить, как в кинопленке, найти ошибку, смоделировать правильное движение и многократно его повторить, тело запомнит и само будет делать так, как надо. Задача этого тренажера практически та же, но с поправкой на то, что чаще всего детей с ДЦП сначала надо просто научить двигаться или хотя бы держаться в вертикальном положении. Ведь человек, который постоянно сидит или лежит и вдруг поднимается, поначалу элементарно теряет ориентацию в пространстве. А тут есть, называется, поднимает любого вертикаль, страхует от падения, значит, снимает синдром страха и регулирует вес на опорно двигательный аппарат с помощью вот этих эластичных тяги. Этот тренажер, говорит автор, сам диктует, как надо выполнять движение. Хотя, по сути, тренажер – это всего лишь несколько тросов, эластичные силовые тяги, каретка с вертушкой и универсальный поддерживающий пояс. Тяги позволяют добавлять, увеличивать или перераспределять нагрузку на человека, а еще найти ту грань, когда он сам сможет, например, подняться с колен. Алексей Новичков, у которого с рождения диагноз ДЦП с тренажером Гросса уже знаком, такой давно установлен в Управлении соцзащиты. Но никогда прежде Алексей не придавал этому аппарату серьезного значения. Как я понял, крепко. Теперь Алексей понял. Тренажер Гросса – это, конечно, весело, но главное – позволяет самостоятельно сделать то, чего за свои 26 лет молодой мужчина никогда не мог. Пробись вперед. Раз. Раз. И садись на пятки. И вставай. Не сразу, но Алексей поднялся с колен. К слову, 22 года назад к созданию тренажера Юхана подтолкнула историю 10-летней эстонской девочки, которая грозила атрофирование и последующая ампутация ног. Через полтора года после вот таких веселых и, безусловно, тяжелых занятий девочка ушла из клиники на своих ногах. А Юхан Гросс, который много лет работает в Московском институте физической культуры, с тех пор установил более тысячи тренажеров по всей стране, в том числе несколько в Ноябрьске. Ирина Потехина, Александр Иванов. Новости нашего города.